Давайте у нас с вами восьмая лекция. Первая после контрольной. Я забыл, к сожалению, о том, что нужно объявить, что контрольная. По-моему, вам, может быть, я и сказал на шестой лекции. Но я заранее в этот раз предупрежу, контрольная ваша находится на, если я не ошибаюсь, сейчас я и скажу, на пятнадцатой неделе у вас. У вас на пятнадцатой неделе. Значит, сегодня мы с вами на некоторое время, на некоторое время, не шагая еще в объектно-ориентированное программирование, поговорим о модульном программировании. Дело в том, что при помощи чистых функций, ну, не в смысле чистых функций, которые можно закешировать, а в смысле просто функций. Вот есть парадигма программирования, которую можно реализовать просто на функциях. И все. Это структурное программирование. Структурное программирование. В чем оно состоит, помните? Дом строили. А? Дом строили. Да, мы там как раз и дом строили. Смысл в том, что мы осуществляем декомпозицию задачи на подзадачи, каждая подзадача оформляем в виде вызова функции, передаем ей список параметров, принимаемые значения, и все сводится к тому, чтобы хорошо проработать интерфейсы взаимодействия функций. Да? Так вот, нам надо как-то из этого вырастать дальше. Почему это нужно для начала? Почему нам вообще нужно переходить к другим парадигмам программирования? Дело в том, что структурное программирование приводит к тому, что у вас сложная задача, если она действительно сложная, то порождает следующую проблему. Становится много функций. Ну, вы разбили задачу на подзадачу. То есть, вы всю сложность задачек свели к тому, что у вас теперь на каждую подзадачку есть функция, которая ее решает. И функций стало много. И сложность теперь уже не в содержании тел функций, тела функций читаемые. Их легко, их можно понять. Не то, что легко, но можно понять. Но самих функций много. Много функций. И теперь их надо как-то сортировать. Давайте я функции буду обозначать точками. Вот представьте себе, что у меня куча, куча, куча функций. И мой файл стал длиннючий и предлиннючий. И это все это функции. Это не очень-то много на самом деле. Ну, что тут я тут нарисовал? Ну, чтоб 20. Да? Ну, чтоб 20 тут наберется. Ну, и все. Но уже 20 функций, у каждой из которых тело занимает там строчек 20, это уже 400 строк. Не считая отступов между функциями. Понимаете? Уже тяжеловато. Ну, файл 400 строк еще ничего можно. Приемлемый вполне. До 1000 строк файл еще можно вполне себе полистать. Надо сказать, что в современных IDE, в интегрированных средах разработки, очень удобно можно тела функций схлопнуть и смотреть на них только как на заголовки. Ну, то есть, по сути, на интерфейс функции смотрим, на ее сигнатуру. Как она называется? А название отражает суть, как я вам говорю. Очень важно. Иначе, если название функции не будет отражать суть того, что она делает, то мы запутаемся уже в трех соснах. А, если вы слышите, то есть тип документации к функции? Документация к функции. Документ строк функций нету. В C++. Но зато есть достаточно популярные и условно-стандартные посторонние программы, которые умеют собирать специально написанные комментарии рядом с телом функции, рядом с заголовком, рядом с телом в документацию. В отдельный файл документации. То есть, в питоне есть встроенный способ создания документов в C++ мы можем просто перед заголовком функции написать многострочный комментарий, косая звездочка. Я сейчас не буду рисовать, чтобы не портить содержимое доски. Вопрос в том. Одна из таких систем называется Doxygen. Я вот тут напишу. Система Doxygen достаточно популярная, которая умеет собирать комментарии из ваших C++ файлов. она требует некоторого формата описания этих комментариев. Ну, столько там оформлять красивую документацию, там, в тихий или где вам это. Ясно? А так? Короче, в любом случае у вас много функций. Вам надо как-то в них разбираться. Так вот, оказывается, в самих функциях тоже удобно навести некоторую структуру. Но только в данном случае это уже называется не структурное, а модульное программирование. Потому что суть вводится к тому, чтобы выделить часть функций в один модуль, а часть функций в другой модуль. Понятно? И эта парадигма программирования, она иногда не рассматривается как отдельная. Но на самом деле она стоит того, чтобы о них сказать. Модульное программирование, модульное программирование, о котором мы начинаем мыслить модулями. Модули. Причем тут очень важно понимать, что в рамках одного модуля функции могут вполне себе звать каким-то образом там и вот так вот, и вот так вот, и вот так вот, и вот так друг другу. Это граф вызова. То есть внутри этой функции, если стрелочка, то есть внутри нее встречается та функция, на которую я показываю. Какая-то, может быть, там не вызывается, она только для того, чтобы ее вызывать извне. Причем у меня, естественно, среди модулей есть какой-то главный модуль. Main. Да, главный модуль. Я его сейчас так назову Main. На самом деле, этот модуль главный только потому, что как раз в нем и содержится функция Main. Я поэтому его назвал Main. А реальное время цппшника может быть любое. Но я все-таки назову его Main.цпп, подразумевая под этим, что здесь находится функция Main. Она особенная. Она внутри проекта одна. Точно так же, как она была одна внутри этого. Внутри просто, если в файле много функций, однофайловый проект. В данном случае, в одном единственном модуле. Все остальные модули служебные. Понятно? Мы их вызываем как библиотеки. Свои пользователи. Итак. Ну, естественно, там могут быть какие-то другие. Main их вызывает. И все вообще работает только потому, что Main это вызывает. В конечном счете, это вызвано через какую-то функцию, которая вызвана в Main. Так вот, смотрите, обратите внимание, что у меня обязательно должна быть четкая иерархия. Давайте, допустим, назовем, что вот этот модуль у меня занимается, ну, например, списками односвязанными. Я называю его MyList. 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 Так может модуль будет называться. А вот этот вот у меня будет называться, ну, например, например, вот этот модуль будет у меня называться Сейчас как-нибудь назвать его. Что такое интересное сделать? Чтобы можно было использовать списки. Ну, условно. Условно. Ну, не знаю. Units. Не знаю. Units. И у каждого юнита, соответственно, там может быть список вот какие-то, не знаю, список инвентаря какие-то юниты игровые, условно, да. Но у каждого юнита то есть юниты, они пользуются списками глобально. Так вот, очень важно четко определиться, как я пользуюсь. Что у меня, например, вот этот вот модуль используется из модуля Made.CPP. Вот этот вот модуль используется из юнита. Так вот, здесь ни в коем случае недопустима рекурсия. Если среди функций еще допустима там взаимная рекурсия, когда функция вызывает эту, эту, а та, собственно, первую. Хотя уже это возникает сложность. Всегда рекурсия, она всегда вызывает некоторую сложность. то межмодульной рекурсии быть не может. У меня не может быть такого, что этот модуль включает вот этот, а вот этот включает вот этот. Это исключено. Понимаете? И это требует определенного продумывания, как именно я разложу все мое множество функций. Потому что, еще раз говорю, здесь функции могут друг друга так, как попало, вызывать, да? На самом деле, может возникнуть такая ситуация, что у вас рекурсии нету, но если вы сделаете так, что какая-то функция из этого модуля вызывает какую-то функцию отсюда, а какая-то другая вызывает функцию вот эту вот оттуда, то вы сами, неправильно распределив функции по модулям, организовали себе межмодульную рекурсию, по сути, да? Межмодульную вот такую непонятную. Поэтому думайте, пожалуйста, какой модуль у вас верхнего уровня, какой его используют. Но вот такая ситуация вполне допустима. То есть, когда у меня этот модуль пользует этот, а в то же время мы пользуем этот модуль напрямую. понятно? Понятно? Что я могу интересного предложить в качестве такой реализации модуля? Мне кажется, неплохой реализацией я бы думал сделать односвязанный список в виде модуля, но дело в том, что у меня односвязанный список, мы уже сделали его на шаблонах, а я бы не хотел его портить на шаблонах, он лучше, чем без шаблона. А если он у меня только из заголовочного файла состоит, тогда я не смогу показать принцип отдельной компиляции. Поэтому я сейчас придумаю новый проект, в котором я сделаю ровно три библиотеки, точнее главный и две библиотеки. И на этом деле я вам покажу и принцип раздельной компиляции, и как работают макросы, ну и немножко еще про страж. Я там еще смогу рассказать. Ну ладно, поехали, да? Да, на самом деле еще раз, вы поняли, да? То есть вот когда мы к этому переходим, это называется модульная программирование. То есть следующий концепт, следующая парадигма, это у нас модульное программирование. И, соответственно, после модульного программирования уже, собственно, идет объектно-ориентированное программирование, которое мощнее, там, вверх, да? Понятно? Оно позволит нам еще лучше структурировать код. Вы должны понимать, что вот эти все парадигмы, они не ускоряют работу программы. Ни на одну команду. Даже могут заметить. Они нужны исключительно для того, чтобы как бы упростить взгляд на нее, чтобы мы своим человеческим умом могли как-то это охватить, как-то проектировать вообще программу. Когда проблема, когда задача большая, вот это только, еще раз говорю, для того, чтобы вникать. Ладно. Значит, что я сейчас сделаю? Во-первых, я сейчас вам напомню этапу компиляции. Этапу компиляции помните? Что я сейчас буду делать? Я сделаю сейчас структуру и поддерживающую эту структуру функции для рациональных чисел, для дробей. Fractures. Они у нас в питоне были, хочу их сделать. и хочу сделать комплексные комплексные числа рациональные. Поняли, да? Поняли? Ну, чтобы у меня мнимая и вещественная часть были не с плавающей точкой, а fractions. Поняли логику? Значит, смотрите, что у меня возникнет. Что у меня возникнет? Сейчас мы с вами разберемся с раздельной компиляцией. Я вначале картиночку напишу. Раздельная компиляция. Итак, у меня будет, естественно, файл main.cpp. У меня, естественно, будет файл какой? fractions.h. Сейчас будут классические заголовок и цппшник. Мне нужно, чтобы сейчас было без всяких шаблонов. Итак, fractions.h. Ну, в принципе, когда для плюсов я могу и тут написать хпп, не суть важно, но я оставлю h. И fractions.cpp. А почему у нас h, а не hпп, не знаю. Потому что там не будет шаблонов. Потому что кроме include будет еще и раздельная компиляция. Ну, не важно. На самом деле, лучше хпп, наверное, написать, все-таки подчеркнуть, что это чисто плюсовый. Потому что там он на си не скомпилируется. Я не буду сейчас пытаться совместить совместимость реабилитировать, чтобы так и так нет. Чисто на плюсовый. И fraction.cpp. У меня здесь в файле заголовочном будут заголовки функций и определения типов. Это будут реализации, то есть тела функций. Определение. Здесь описание, а здесь определение. Дальше. И у меня будет соответственно комплекс фракшн. Фрак комплекс точка хпп и фрак комплекс точка цпп. А теперь смотрите, у меня есть три этапа. Препроцессинг, компиляция и линковка. Что происходит на первом этапе припроцессинг. У меня в main цпп, чтобы я мог пользоваться фракшнсом, да, на самом деле у меня в данном случае я напрямую может быть и пользоваться не буду. Но я уж так нарисовал сейчас. Поэтому я сейчас я сделаю так, что в main я буду пользоваться и просто дробями и комплексными дробями. Ясно? Что я делаю в итоге? Я сейчас инклюд делаю и этого хппшника туда и вот этот хппшник тоже у меня инклюдится туда. понятно? Но есть некоторая интересная фишка. Есть некоторая интересная фишка. Когда я когда я описываю фрак-комплекс там у меня должен будет вы поймете внутри структуры фрак-комплекса она будет с больших букв названа. Там нужно будет знать уже кто такой фрак-шн. Мне нужно будет знать по структуре фрак-шн, что она есть и какова она. Поэтому мне на самом деле придется осуществлять чтобы капиляция проходила успешно осуществлять включение вот этого вот сюда. На самом деле оно не будет происходить вот тут как бы вне процесса потому что процессы происходят с хпшниками. Хппшники пассивные товарищи. Хедры это пассивные. Они участвуют у меня три единицы трансляции. Вот это это и это и они называются единицами трансляции потому что именно они будут транслироваться то есть компилировать. Трансляция и компиляция это почти одно и то же. Компиляция частный случай трансляции. Компиляция это трансляция то есть перевод translation на машинные коды. На самом деле на ассемблер может быть неважно ассемблер машинные коды слишком близки чтобы их сейчас разделять. А трансляция бывает в принципе какой-то другой. Понятно? их так называют единица компиляции или единица трансляции. Их три. Так вот когда я буду компилировать у меня эти cpp-шники каждый компилируется отдельно. Естественно что fraction cpp должен знать о fraction cpp и он должен туда заинклюзиться. фракт комплекс cpp должен знать о фракт комплекс cpp и он должен туда заинклюзиться. Но для того чтобы заработало мне нужно туда же заинклюзить фракшн хпп. И я сделаю так чтобы когда я делаю include фракт комплекс я не забыл заинклюзить фракшн хпп я фракшн хпп буду инклюзить внутри фракт комплекс хпп. Это самая нетривиальная вещь такая которая выползла. Может ли хедер инклюзить хедер? Возможен ли не рекуррентный но поэтапный include когда я вставляю файл в котором есть вставка. Ответ да так можно это корректно вставится. Естественно что рекуррентные вставки как у нас возникает цикл инклюз хедеров невозможно. Невозможно вставить файл в который нужно вставить тот файл в который нужно вставить. Невозможно. Понятно? Поэтому и я еще раз говорю очень важно чтобы у вас не было как бы межмодульной рекурсии не было таких вот циклов. А это требует некоторой вначале продуманности того как вы в принципе строите модуль. То есть когда вы будете добавлять функцию вы должны понимать в какой модуль впихивать. Ладно короче говоря у меня возникает вот здесь include вот того и что в итоге получается? У меня возникает три собственно единицы трансляции. То есть вот эта штуковина вот эта штуковина вот эта штуковина отдельно пошли на компиляцию и превратилась в файла main.o соответственно fractions .o и fractcomplex.o а я хочу получить один единственный экзешник исполняемый файл. Я отдельно каждую библиотеку скомпилировал это возможно почему? Ну в первую очередь потому что там нет шаблонов которые инстанцируются из другого файла. потому что иначе я не смог на этой компиляции знать какой именно экземпляр шаблона мне понадобится. Ну потому что вы уже немножко ставите шаблон. Но в данном случае вот там все скомпилировано все готовенькое осталось только что соединить это дело. Называется это линковка но это не русский терм линкинг ну вошло как-то в слэм программистское как линковка. Русское слово называется компоновка. Компоновка или еще сборка. Сборка компоновка или линковка это одно и то же самое. Я напишу сборка и компоновка. Успите. Сборка и компоновка. Почему? Потому что на самом деле слово сборка часто употребляют по отношению к всему вот этому процессу. А все все сборка. То есть это можно назвать все в целом сборкой проекта. Понятно? Так дальше компоновочка и что я делаю? я должен их слить. На самом деле совершенно не обязательно вот сюда это дело собирать. Лучше уж сюда в этом смысле потому что это главное пускай будет сюда собирать. Я туда это дело линкую в один исполняемый файл. У меня получается main.exe ясно? Интересно то что при сборке проекта может быть несколько целей таргета таргет цель вот может быть при сборке несколько таргетов например у меня есть main.exe а еще есть test.exe я вот так вот махом сказал что одна функция main в проекте а если несколько целей то может быть и несколько у меня итоговых exe и значит несколько функций main на каждый exe должна быть своя функция main естественно в принципе почему вы не будете у меня рядышком в тестирующей библиотечке ну main это какая-то с пользовательским тактируем которая представляет возможность пользователю пользоваться комплексными граммами а я рядышком себя в тестирующую некий юнит тест который погоняет вот эти библиотечки и я могу взять здесь соответственно сделать такой вот файлик test.cpp который у меня соответственно отдельно собирается test.o и собирается соответственно в test.exe вторая цель у проекта может быть может быть полна да ну естественно что мне для тестирования понадобится может быть все а может быть я только дроби буду тестировать комплексные не буду а вот просто дроби потестировать ясно ну давайте вот так и сделаем что я туда часть библиотек вошла и у меня тут цель тоже плюс раздельной компиляции во-первых мне не придется те же самые функции перекомпилировать еще раз понятно да она входит у меня в ту таргет и в ту таргет но я ей именно как библиотека лично пользуюсь как готовенька вот она готовенька вот она скопилирована все пошла на самом деле есть такое понятие как shared library разделяемая библиотека dll в виндовсе или so в линуксе разделяемая библиотека причем она даже может быть динамически подключаемой то есть она некая стандартная условно стандартная она валяется в операционной системе и мне не надо тащить ее вместе с дистрибутивом я знаю о том какие у нее интерфейсы функции и скомпилировался с этим хедером просто их оттуда дернул но мы сейчас этим не будем заниматься понятно мы будем только с нашими статически статически линкуемыми или компонуемыми то есть компонуемые в момент компиляции статически то есть в момент компиляции картинка понятна поехали дай бог к нам успеть никакого односвязанного списка видимо мы сегодня не будем мейкевый синтаксис у вас был насколько я помню на первом на первой практике да ну я где-то может и повторю а свет сейчас секундочку лучше конечно повторить сейчас повторим так первый файл который я создал я сейчас создам в принципе глобальную раскладку файлов и инклюду друг в друга первое я создаю файл мейл он будет у меня включать в себя оба и фрэкшнс я тест создавать сейчас не буду фрэкшнс цпп а прошу хпп только хппшники инклюдить нельзя это нарушает концепцию раздельный цппшники не инклюда а вообще возможно а вообще возможно дидинский так со школьниками делает и он это обосновывает тем что для них слишком сложно понять на сборке то есть вот эта вот линковка она для них уже сводит их с ума поэтому проще у них вся подключение библиотеки тупо вставка текста а больше никто так не делает это учебная цель но нам это не надо мы должны как раз разобраться в самой сути инклейд так и return значит еще раз я здесь фрэкшнс хпп делаю инклюд и как там нашел фрак комплекс так сохранить это дело лекция 8 это у нас main цпп main цпп все понятно пока не прописываю я могу здесь помечтать но я даже помечтаю давайте глобальную раскладку по модулям сделаем создаем новый файл сохраним его как fractions хпп это будет собственно заголовочный файл для для рациональной дарби файл чтав часть starts начнем файл 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 Так, ну и тут у меня будут какие-то функции. Значит, здесь у меня будут... Слушайте, я поставлю вот так, чтобы было красиво, и цвет, и цвет. Я не знаю, что значит это вот, но это все равно будет комментарий. Реализации, соответственно, функций работы с раздробием. А там, соответственно, что у меня? Соответственно, здесь что будет у меня? Объявление. Объявление функций работы с национальными дробями. И еще здесь одна штучка должна быть обязательно. Это, собственно, описание типа структура дроби. она будет называться у меня fraction. Понятно? Здесь опишем тип структуры, fraction, объявление функций, а их описание, то есть тела, реализация еще называется, напишем здесь. Понятно? давайте сейчас я на секундочку комплекс не трогаю. Охренеть! Не, 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 давайте сейчас мне нужно будет какой-то для чего сейчас. Сейчас покажу. Создаем еще один фрек, потому что тут от масштаба хочется будет зависеть. Что это у меня за файл? ctrl-s фрек комплекс точка tpp Он делает include, а, нет, этот не делает никакого include, я скопи-патчу оттуда сюда, немножко подправлю, для рациональных комплексных чисел. Сейчас, секундочку. Описание типа структуры фрекшен комплекс. Крыну плохо. Как это случилось? Все хорошо. Описание структуры фрекшен комплекс и функции с рациональными и комплексными числами. Ох. Так, ну что же. И последний файл. Видите, даже создание файла уже занимает время. Но для любого маломальски серьезного проекта это придется, это требует определенного времени. Я прописываю библиотеку, я делаю какой-то проект условно-научный. Но представьте, что я реально хочу вычислить какую-нибудь сумму ряда в рациональных числах до какого-то члена в рациональных. Ряд комплексов. Где я это возьму? Это есть у меня где-нибудь в стандартной библиотеке или даже в стандартной библиотеке Питон? В комплексных числа рациональных. Не в стандартной наверное есть. Не в стандартной наверное есть. Ну наверное может быть где-то можно найти, но всегда возникнет когда-нибудь какая-то задачка, для которой нет. мне сейчас нужно писать условно хоть сколько-то подобное реальному проекте. Поэтому мне важно писать то, что вас в третьих как будете писать программу чуть-чуть крупнее, чем из одного файла, чем учебную задачу. Так, последнее фрэк комплекс цпп и она естественно инклюзит в кавычках в текущей папке фрэк фрэкшнс ой, прошу прощения нет, фрэк комплекс цпп так, окей, и так тут содержится только эти объявления нету, а здесь реализация реализации функции работы с рациональной комплекс так, ну что, пока все понятно? пока все понятно. мейт цпп у меня инклюзит и тот хппшник и тот хппшник. Теперь смотрите, я сейчас не буду пользоваться я буду пользоваться кодблоксом только как текстовым редактором. Сборка файлов я буду производить вручную, чтобы вы ее видели. Это собрали, это собрали, каждый этап сейчас, ну при процессе происходит автоматически, поэтому он будет проскакивать. Мы будем компилировать, а потом собирать и руками. Так, что мы делаем? начнем реализацию хотя бы чуть-чуть. Не все, не все, но я что сделаю? Я сейчас создам это, сейчас, одну секундочку, фрэк комплекс, фрэк комплекс, фрэк комплекс, даже не на все, пишите, фрэкшн комплекс, как красиво, фрэкшн комплекс, а, соответственно, у которого будут, что у нас? У него мнимая вещественная часть является дробью, да, соответственно, я ее буду реализовывать как фрэкшн с, ну, например, две этих, так, и мнимая, сейчас, могу я так засунуть, или нет? Мне очень хочется, я боюсь, что я, наверное, так не смогу, фрэкшн комплекс а и фрэкшн комплекс б, вот две структуры, я, собственно, давайте так сделать, а.реал равно фрэкшн 2, 3, а. как ее назвать? имейджен или как? имейджен, да? имейджен, может просто им? Давайте просто ре и им, да, ну, как это в математике вот эти вот, большие вот эти, с большой буквы не стоит писать, почему? Нарушение того, какого, нарушение стиля, того, какой должен быть атрибут, атрибут не должен начинаться, с больших букв начинается название класса, типов. А. А это по какому стилю кода? А? Ну, я следую некоторому промежуточному между Python и C++, мне так нравится, я так вижу это, Google Code Style, он близок, по-моему, именно к этому. Хорошо. А точка им равно, тоже, соответственно, fraction, соответственно, ну, не знаю, 5 синий. И что я буду делать? Сейчас я тупо буду складывать. Я хочу, соответственно, сделать А, соответственно, это B будет 3, B им, здесь будет какая-то другая, не знаю, например, 3 вторых и 9 пятых. Вот я сделал первую дробь, вот я сделал вторую дробь, второе комплексное число, состоящее, понятно, да, логика? Я единственную сейчас буду делать операцию, это просто плюс. Все остальные можно автоматически будет так же там потом дополнить, пока только плюс между ними делаем. Итак, что мы делаем для этого? Я делаю fraction комплекс C и хочу написать, я, конечно, хотел, чтобы можно было записать вот так, но для этого мне нужно будет дожить немножко, немножко дожить до объектно-ориентированного программирования и перегрузки операций. Вот как это было в питоне, вы последний поток, который это знает, как это было в питоне, в питоне попали на перегрузку операций, но следующие не будут знать, как это делать. Почему? А? Почему вы так решили возможности? Я решил им больше дать алгоритму. Чуть меньше разговаривать про всякие сложные синтаксические. Ну ладно, те же самые, но чтобы они их знали наконец-то. Но я так не могу написать, поэтому я напишу обслуживающую функцию, которая будет для, соответственно, fraction комплекс чисел это делать, да? Передавая А и Б качество, то есть некий плюс для А и Б, да? Ну так выделился зелененьким, но это не значит, что он реализован. Давайте сам. А? Сам. Нет. Ну мне А плюс Б, как-то, кажется, что так это надо. Я назову его так. Fraction комплекс плюс у меня функция будет суммирование комплексных этих самых структур друг с другом. Она будет ожидать две комплексные структуры и возвращать комплексные структуры с комплексными с фракшнами. Понятно, да? Ну и что мне нужно еще? Соответственно, принт, точнее, опять же, я буду начинать эту функцию со слова fraction комплекс. Все функции, работающие с фракшн комплекс, я сейчас ради маразма буду называть фракшн комплекс принт. Ну, чтобы их отличать, потому что у меня будет просто фракшн принт, а будет фракшн комплекс принт. Две разные функции принципиальные. и фракшн комплекс принт цель. Все понятно? Она будет фракшн комплекс принт, он у меня будет выводить это дело куда? На поток вывода стандарт. Без цельных разговоров. Теперь поехали, пора реализовывать. Ну, я могу запустить, увидеть, что ничего это не работает, хотя бы затычки на какие-то написать. Что для этого мне надо? Мне надо написать тип фракшн комплекс, написать внутрь хппшника фракшн комплекс. Пишу struct фракшн комплекс. Ничего сюда, на самом деле я знаю, что там мне понадобится написать, там понадобится написать две фракшна, да? Фракшн ре и фракшн им. На самом деле, поскольку они однотипные, я могу их через запятую убрать. Правда? А могу линии. а могу линии? Зачем? Ради чего? Ради того, чтобы написать, что это у меня вещественное, действительно. простите за эти тройные, я не знаю, почему он делает другой цвет, но мне это нравится, поэтому я сейчас буду делать. На самом деле, конечно, тут двойную поставить, чертую, и мнимая. Это так, маленькая заметочка для самого себя. Так, супер, я уже описал структуру, больше ничего не надо. Да вроде ничего не надо. А вот то, что в заголовочнике какие-то до и после какие-то пляски должны быть в смысле в синтезе? А я сейчас покажу без них, и вы поймете жесть, почему они так нужны. А, хорошо. А они, что ж вы не поймете. Называются они стражи ключей. Кому они от кого стерегут. Вот мы сейчас это и посмотрим. Я не встал огородкой. Они же у меня сегодня прописаны. Видите? Стражи включения заголовочных парень. Вот про это. Итак, я написал fraction-комплекс. Мне осталось написать вот fractions-хпп. Вот сюда вот fractions-хпп. Я прописываю что? Struct fraction fraction не-не-не-не-не не fraction-комплекс. Значит, и я туда засовываю два целых числа. int как он называется числитель номинатом и деноминатом. Ну, не знаю, как их назвать. Но ном и ден, извините, будет некрасиво. Я поясню. было бы странно, если в английском было бы знаменатор. числитель. А может быть, кстати, не номинатор, а номератор. Это я не помню. Я, к сожалению, не помню. Скорее всего, номератор. Нумератор и деноминатор. Скорее всего, так. почему не просто PICU? А? Почему не просто PICU? А PICU не говорящий называют. Имена переменных должны говорят, что в них хранится. А я абсолютно не о чем не говорю. не, я так не могу работать. А почему не MN, не IP? Не, 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 ну, не поленимся. Не надо лениться, когда ты ленишься и делаешь большой проект, часто можно на... Лучше так не делать. Ладно, давайте посмотрим, какие функции мне нужны. Сейчас я здесь, отсюда. Да, мне оба типа нужны из функций. Из файла main.gpp, но функции, которые мне реально нужны. Они вот они, fraction complex plus и fraction complex print. Я их сейчас себе во фрэк комплекс CPP, СППшник вот сюда вот кину. Так, оно, что у меня? Fraction complex plus возвращает fraction complex функция, да, и получает fraction complex A запятая fraction complex B. Да? Правильно? Она, эти функции, это вот, прошу прощения, функция должна быть, естественно, в заголовочном файле, вот я ее в заголовочный файл кинул, это ее описание, так, а тут я дам ее определение, то есть я удаляю точку запятой и пишу ее тело. Вот ее тело. Реально, я вот сюда пока что поставлю ничего, но если бы это был Python, я бы написал сюда PES, но здесь не нужно так делать, но я напишу PES, потому что, сколько вы знаете Python. Реально, здесь эта функция затычка в данный момент. Но я что еще напишу сюда? fix.me большими буквами напишу. Кстати, эх, ты ж негодяй, не выделяет. А PyCharm и C-Line прям красными буквами выделяют, еще и счет идет fix.me и не даст там закоммитить. Все лайки не дают закоммитить, пока у вас fix.me или если бы там галочка нужна. Ничего страшного, на самом деле, конечно, коммитить с комментарием fix.me это мой витон. Плохой витон. Так, ну и вот эту функцию тоже мне надо прочитать. Fraction Complex Print она вайдовая. Значит, что она делает? Да, из этого CPP-шника, кроме как своего CPP-шника, я еще делаю include EOS stream. Include EOS stream. без HPP-шника. Итак, Fraction Complex Print что это? Fraction Complex тип ой. Fraction Complex давайте назовем ее А, почему она тут должна называться C? Абсолютно не должна тут называться. Понятно? Все понятно? Мне так, знаете, так и это, так и хочется назвать левую self, а вторую other. А почему нет? Можно так? Можно. Какая разница? Ну давайте, давайте, давайте. Это имена не зарезервированные, можно называть. Давайте, чтобы была слегка похожая, напоминала нам блаженные времена молодости. прошлого года. Так, значит, что я делаю? Значит, и тут то же самое, я заголовочный файл тащу только заголовок этой функции, только заголовок Fraction Complex Print, а здесь я прописываю ее тело. Ну и вначале оно у меня такое же пустое, как и там. Просто довожу до компиляции, то есть я сейчас делаю заготовку, шаблон проекта, который я буду собирать. Мне надо, чтобы он собирался, пока он не начнет собираться и не имею права коммитить. Коммит должен произойти тогда, ну в смысле фиксация работы, я могу встать и выйти. Когда по нажатию красной кнопки сборка проекта, у меня есть экзешник. Он может трижды не работать, еще не реализована куча фичек, но экзешник и сборка проходит. Ясно? Вы не могли бы хппфл показать для фрэк-комплекс? Фрэк-комплекс? Вот он. А почему мы вне структуры выкинули? А, структура не может содержать методов. Структура не содержит методов. Структура может содержать методов, но мы узнаем об этом в следующий раз. Я заявил это слово класс. Но пока не надо про это думать. Если мы мыслим пока что еще в чистом си, то там структура действительно не может содержать методов. Понятно? Мы сделаем это так, как хочется сделать. Знаете, вот раз, и встать. А вот почему именно такой вопрос по преподаванию? Нужно знать, что в мышлении формируется, когда мы это делаем. Когда мы так делаем, смысл этого в том... Сразу с класса не можем начать. конечно нельзя. Нет, можно, можно попробовать. Но тогда я не смогу вам показать логики класса. Логика класса в чем? Что на самом деле класс состоит из структурки и методов, которые реально валяются отдельно. Они реально отдельно лежат. А не просто в его пространстве имен. А, в следующий раз я расскажу вам. Сегодня я должен рассказать про пространство имен. Слушайте, ребят, по-хорошему бы лекции надо делать две пары. Если честно, хорошо если читать, надо лекции делать длиннее. Не знаю, что мне делать. Надо одновременно и показывать. Важно, чтобы вы это видели. В то же время мне надо еще рассказывать. Что делать с вами? Говорите нам, что читать. А? Прямо по главу. С траус-трупа там другой подход. Там так вот не могу ссылаться. С траус-трупа другой подход. К другому это я рассказываю. И Шилл тоже я так вот честно и скажу, что с траус-трупа. Давайте возьмем хотя бы вот эту концепцию. Потом расскажу очень быстренько пространство имен. На самом деле у меня как раз про пространство имен есть на что сослаться. У меня отснятые ролики есть на Foxford, Foxford Wiki Informatics там есть отснятые ролики по Си плюс мои. Вот и там кратенько есть я могу вам показать чтобы вы знали куда собственно лазит. Foxford Wiki Informatics и там есть ну во-первых там есть всякие алгоритмы а во-вторых там есть сейчас секундочку пространство имен ну звука не будет да звук у меня вот отсюда сейчас его не будет слышно вообще пространство имен Си плюс сейчас выскочит Тимофей Федор вообще расскажет про него эта ссылочка належит ролики на Ютубе язык Си плюс плюс пространство имен Си плюс тут описание текстовое про зоопарк собственно то что я в каком-то смысле хотел бы вам рассказывать ну пожалуйста это можно все просмотреть там все люди эти ролики можно как раз все там брать и вот начинайте просматривать давайте подробнее сейчас со структурой давайте подробнее здравствуйте меня зовут Тимофей Федорович Тимофей Федорович Кирьянов а еще всякие там чудики и рекламу это очень здорово значит смотрите там все написано кратично поэтому я вам рекомендую про просто кто-то улыбнул я вам рекомендую это же было записано на видео и в этом видео вы показываетесь я вам рекомендую это же такси то есть там было видео в котором мое видео да 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 в рекламе что ли нет нет вот сейчас запишут рекорекцию на видео и в этом видео будет ваше видео да потом надо будет показать видео в следующем году в следующем году давайте это ну я не могу я же вам должен ссылку дать как-нибудь еще все да все ребята там есть фоксфорд видеоинформатика там по Си плюс плюс отснятые мной ролики они сняты года два назад они актуальны они сняты для школьников там очень простенько все рассказано но то что надо базовое введение в Си плюс плюс на самом деле по хорошему можно было бы ссылки на это дело разложить у нас на сайте может быть это было бы даже очень полезно при подготовке к зачету даже вот сейчас сейчас мы начинаем какие-то на плюсовые концепции я думаю что это можно разложить ладно давайте вернемся к вот этим вещам и добьем значит смотрите что у меня в результате раз два да я прописал описание вот определение пока что пустые давайте попробуем собрать наш проект собираем его сейчас пока что руками кстати интересно мейкер наверняка у меня тут не работает мейкер тут не смогу пока ну ладно я запущу мейк в другом месте а как я буду обновлять их через гид сейчас подумаю через гид или не через гид а давайте через гид соответственно я сейчас создам и те в гитхабе создам репозиторий под это дело но мне проще сейчас будет синхронизировать через гид и вам будет проще добыть код этой версии да новый репозиторий который назову лекшенс 2017 цпп лекшенс 2016 это примеры с лекций 2017 2018 учебного года я уверен вы их найдете в публичной репозитории репишка гид игнор для cpp c++ и лицензия я люблю лицензию какую gpl версии 3 да здравствует фонд свободного программа так значит сейчас мы это дело себе закланируем куда мы это дело закланируем гид есть гид есть гид клон а так сейчас секундочку cd github нет cd documents github сейчас все примеры с лекцией у вас заодно будет время так я клонирую сюда густую леку давай yes значит а теперь смотрите что я делаю что я делаю я закрываю все эти файлики закрываю все эти файлики и перемещаю лекции c++ вот это вот я боюсь что этот файлик я не могу туда перемещать а вот это все содержимое я сейчас туда скопирую документы github cpp lexions 2007 поехали по русски они называют ну и что страшно кто там гит статус но я прошу прощения cpp lexions 2017 гит статус смотрим ты не увидел вов я пропустил да кодировка да там смор 80 в репозиториях лучше русский язык не используют на самом деле и в программах тоже лучше не используют вот так мне нравится все добавляем все гид это звездочка гид commit примеры с лекций 2017 года мы оставили пример с лекций по 24 октября 2017 все я залил это дело заливаю а сейчас я это дело открою на линуктовой машинке и буду откуда компилировать нет не мкодир а мы сделаем гид клон тот же самый репозиторий я сейчас стащу еще раз ссылочку тащим вставляем ссылочку склонируемся уже с пушенным ну сейчас склонируем уже там все смотрим гидлог ой прошу прощения сцпп лекшнс смотрю что в логе у меня есть тимофей кхирианов пример с лекций по 24 все супер так ну и немножко давайте шрифт прибавим сейчас секундочку appearance фонд пойдет еще провели сцп на черном на черном да ок да я не знаю что это за хрень торчит чтобы ты так знал что ты так знал по телепрингу наверное вот так ок закройте и не помогло надо залагать просто поднимите давайте компилить ладно, будем компилить т.е. просто выше окно поднять, чтобы не во весь экран было можно, вон только вывода да, отстой поставлю кинуть сюда он даже стоит ладно короче наша лекция 8 простите за все технические моменты все поехали собирать здесь же плюс плюс как раз есть давайте посмотрим какая версия версия 4.8 достаточно, она поддерживает стандарт 2011-2014 года пойдет и так что я должен сделать первое давайте еще раз лс не хочет что-то в цветную ну ладно, вот мои пять файлов да, я еще раз говорю компилирую я только три из них каким образом я должен сейчас если я попытаюсь скомпилировать отдельно фраг комплекс стон естественно он мне скажет сори сейчас секунду как же он является именем типа потому что не объявлен сейчас, подождите почему он не может это сделать я же заинклюдил давайте посмотрим ну смотреть то я буду в этом сейчас я переоткрою эти файлы здесь вот документы так я какой сейчас смотрю фраг комплекс я его делаю и он мне говорит при фраг комплекс цпп генерации он говорит фраг комплекс цпп не является именем типа а здесь потому что ничего не заинклюдано а хотя оно должно быть или нет мне очень важно чтобы в фраг комплекс хпп был заинклюжен фрэкшн хпп то есть хедры должны быть заинклюжен мне нужно чтобы был инклюд соответственно фрэкшн хпп видите иначе он действительно не понимает кто такой фрэкшн ясно? так что все окей все правильно я слава богу сразу что я должен сделать чтобы у меня там это появилось отправить на гид и синхронизировать это не так долго на самом деле гид звездочка гид коммит не знаю что все пришло так значит еще раз я это делал я надеюсь что сейчас не так много будет ну что он говорит вот это ошибка как раз которую я ждал undefined reference to main ну нельзя просто так взять и скомпилировать библиотеку там нет мейна ее надо компилировать как? в объектный файл то есть я ее компилирую под последующую компоновку минус c опция только компиляция и в результате все в порядке у меня возник файл проект complex.o да? дальше я отдельно компилирую fractions точка cpp тоже у меня появляется fractions.o супер! мне осталось только main скомпилировать что я делаю? g плюс плюс минус c main точка cpp а зачем минус c? ну для того чтобы потом собрать все три объектного файла собрать в экзешн супер! опачки! что не так? смотрите так сейчас может быть я где-то и навалял он говорит в файле включенном из фрек комплекс хпп из main cpp ошибка повторное определение структуры фрекшн потому что вы заинклюете один раз потом заинклюете и заинклюете подождите но я своими глазами видел что у меня фрекшн написан один раз как это повторное круговой инклюн сделали не круговой а два раза а повторный у меня вот эта ситуация я сейчас отрабатываю вот она дело в том что а не 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 вот это вот это как раз еще ничего там сошлось а вот именно вот тут такая ситуация я уже заинклюдил фрекшн но каждый раз когда я делаю инклюд фрек комплекс хпп я вместе с этим еще инклюжу и фрекшн с хпп то есть у меня произошло сюда два раза включение файла понимаете то есть как будто я сделал инклюд одного и того же файла два раза то есть он заинклюдился непосредственно туда а еще он заинклюдился опосредованно через этот то есть этот туда и в итоге все в целом туда поняли а так нельзя делать если бы там были только заголовки функции то так было бы можно ну что такое заголовок функции такое предобъявление будет такая функция компилятор не переживай на этапе сборки разберешься то есть он компилирует подозреваешь эту функцию он потом найдет когда будет компоновать понятно но если там есть описание типа то есть структуры в этом случае нельзя потому что у него возникает диссонанс у него есть одно описание типа и второе описание типа это он должен по идее он должен бить тревогу в этой ситуации понятно и то что они просто так идеально совпали не должно его успокаивать по-хорошему а представьте себе что у меня две константы называются одинаково что он тоже должен успокоиться нет конечно в этом случае он должен бить тревогу и он бьет тревогу повторное определение и вот тут вот и всплывают эти самые стражи включения в чем их идея есть у нас я на секундочку вернусь есть у нас такие инструкции инструкции и и и и сейчас секундочку and if if def else and if и вариант второй if and if if and if if and if что это за хрень это макросы которые будут подставлять текст это называется условная компиляция условно текст 1 или текст 2 то есть у меня в мой файл cpp на компиляцию будет отдан только один из вариантов текста либо тот либо тот нужно это для каких ситуаций представьте что у меня например if def if def windows если у меня определен макрос windows if def проверяет простейшее условие он может проверить нечто примитивное определен такой макрос или не определен то есть если у меня макрос windows в принципе задефайнен уже где-то был такой макрос то он вот этот вот текст подставить а этот нет понятно это тупая текстовая подстановка это то что делает при процессе нужно для того чтобы в ситуации например если windows подставить вот это а если linux то то другое сборку немножко подкручивать при помощи вот этих конструкций def else and if можно делать тонкие подстройки например чтобы файл одновременно был и для компиляции на чистом c и для компиляции на c++ но я не рекомендую так всякие листы или на фраке дебажная сборка релизная сборка так сложилось что именно вот эту конструкцию используют для того чтобы исключить повторное включение как это выглядит говорят если не определено if not define if если не определено дальше мы пишем любой любой комбинацию крупными буквами но лучше если она совпадает с именем модуля при этом большими буквами например if def fractions можно даже там подчеркивание хпп но самое главное чтобы этот макрос точно нигде больше не встретился ни в каком другом заголовочном файле понятно так вот если такого не было то else может отсутствовать так же как у обычного if else без альтернатив если не определен fractions тогда включить вот этот кусок текста а я первым делом что сделаю внутри этого куска текста я сделаю define этого самого fractions таким образом я смогу вот эту секцию текста включить только один раз потому что если она уже была на этапе при процессе то у меня fractions определен чему он равен да ничему он не равен вообще define это текстовая замена то есть мы берем и заменяем что-то на что-то на что заменять fraction да не на что но зато он определен он define он уже define поэтому когда я случайно включу этот текст как файл вот как файло возьму это дело и включу еще раз тот же самый цппшник то он будет про процессор читая это дело смотрит там написано точно такой же если не определен а он уже определен значит я все это дело просто тупо игнорирую вы поняли в чем фишка стража включить? честно в 21 веке не хотелось бы про вот эту дрянь рассказывать но этот рудимент остался есть а альтернатива вот этим вот стражам включения называется фрагма 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 по моему вот так это дело пишется но есть какие-то аргументы за какие-то аргументы против и до сих пор классическим вариантом стражей включения является вот а там в принципе можно было бы вот так вот кинуть и все заголовочный файл нужно только один раз включать и что при процессор последи пожалуйста этот файл не включился два раза но есть аргументы и против и поэтому я должен про это в принципе рассказывать так давайте вернемся к хотя бы закончим слегка свет можно свет можно свет можно я еще раз что делаю для этого я сейчас в хппшнике вот в этом да и в том на самом деле в каждом хппшнике лучше создавать эти самые их соответственно но я добавлю сюда еще подчеркивание а нет не буду подчеркивать fractions зато я напишу хпп а ndif он зачем он нужен потому что иначе нигде не закончится не включит следующий по что покуда он должен не включать а дело в том что при процессов делает граните между файлами довольно таки жидким то есть он же этот файл просто возьмет и включит куда то да и где этот ndif будет ясно короче if nd fractions хпп define fractions все вот теперь я защитил свой файл но обычно делают в конце комментарий добавляют что этот ndif касается fractions хпп это абсолютно не нужно это тупо ну что это возвращаемся к модулю фрэк комплекс и там тоже сделаем стражи включения то есть сам этот модуль он у меня тоже соответственно if ndef if ndef фрэк комплекс хпп define фрэк комплекс хпп в конце ndef и комментарий что это фрэк комплекс хпп все на этом больше разговор про них не требуется закончили сейчас вопрос видите нет поехали значит что я теперь я не буду сразу компилировать оно не скомпилируется нет оно скомпилируется теперь оно скомпилируется но я не буду тащить это туда поверьте что скомпилируется давайте реализуем хотя бы тела чуть-чуть реализуем для этого мне нужно что сделать во fractions хпп сейчас я подумаю реализовывать или не реализовывать дело в том что мне это по заданию по техническому заданию надо было сказать вам про сборочку и мы скорее рассказали давайте я наверное сделаю так сейчас я все-таки не буду реализовывать давайте промык промык и там еще кое-что сейчас я открою макросы языка си про макросы хорошо бы чуть-чуть еще услышать отдельно эксперт переменной модели про мы как раз не буду он в принципе был значит поехали макросы языка си чисто в си а значит в си плюс плюс существует такая штука как макросы дрянь ну на самом деле ладно некоторые задачи без макросов не решить я специально рассказываю после шаблона потому что шаблоны это правильный путь а макросы это старый неправильный путь а собственно в лабораторной работе которую вы сегодня должны были делать там сразу про них и показано и вы там видели вот такой вот макрос define макс но единственное что знаете что мне не нравится макс от а и б выглядит так невинно так невинно выглядит да а как описывать этот макрос он описывается так а больше б а двоеточие б теперь нам опять заменять что это за макрос ну вообще обычно define это тупо некая константа то есть написали некоторое имя а тут что мы вместо него тупо заменяли оказывается подстановки могут быть более интеллектуальными например вверх я взял и соответственно на std cout так что я вывожу я вывожу большее из 3,5 о супер какой я молодец я вывожу большее из чем что имеется в виду на самом деле это не вызов функции это не вызов функции это требование при процессору раскрыть макрос еще раз это не шаблон это не вызов функции это то что происходит на этапе текстовой обработки текстовой еще тупо не глядя не вникая в смысл в котором берется и тупо подставляется вот это с заменой а на 3 в на 5 то есть у меня реально на компиляцию поступит 3 что там 3 больше 5 вопрос 3 двоеточие 5 поняли так давайте вернемся сейчас вроде бы все в порядке да вроде все в порядке давайте посмотрим на то что будет если я сделаю макс от 5 запятая 3 плюс 1 ну логично читать этот текст убейте меня если я если вы это читаете по другому что он должен вывести 6 вы в это верите да 6 ну почему вы говорите нет давайте сделаем текстовую подстановочку да 5 больше 3 да 5 двоеточие 3 а дальше вопрос а какой какой приоритет операции плюс по сравнению с тернарным оператором то раньше выполнится вот так или вот так у кого более высокий ну можно скобочки там поставить в дефайне поскольку получится именно неправильно то есть на самом то деле мы увидим не 6 а 5 а мы увидим 5 да значит что значит мне придется поставить скобочки так хорошо а на самом деле чтобы опять же там с более низким приоритетом теперь не помешало и тут желательно скобочки и тут еще желательно скобочки так ну во первых перестал макрос выглядеть привлекательнее просто с этими скобочками второе решили ли мы все проблемы вот в сегодняшней работе показано что не решили вы наверное видели да макс от и плюс плюс запятая к плюс плюс видели да ну и к чему то там равно и и равно 5 запятая к равно 6 ну у меня что должны оба увеличиться на единичку и я должен вывести на экран что ну старое значение большего из двух ну в данном случае шестерки кажется что я во первых увешиваю на экране семерку а во вторых у меня к окажется равным если я потом выведу к посмотри почему он у меня равен то у меня к окажется равным вообще восьмерку почему спрашивается ответ давайте расшифруем ведь макрос это текстовая подстановка он на этапе просто наработки текста взял и тупо вставил вот это вместо вот этого да подставляем что он здесь делает реально он делает и плюс плюс больше чем к плюс плюс да спрашивает в скобках вопрос и плюс плюс двоеточие к плюс плюс вопрос сколько раз он вычислит к плюс плюс к допустим больше чем дважды 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 видите то есть если у меня само вычисление имеет побочный эффект макрос он ну не тривиален он плохо поэтому макросы не принято называть с маленькой буквы по хорошему макрос должен кричать о себе я макрос бойся меня да я могу вызвать большие проблемы и вы знаете я до какого-то момента думал об этом чисто теоретически пока в реальном проекте несколько лет назад не потратил пару рабочих дней ну один там точно был гробнут на то чтобы разобраться в чем же ошибка потому что макрос он еще и молчащий то есть невозможно понять в чем же ошибка некоторые люди возмущаются что ошибки для шаблонов темплейтов они такие длинные громоздки если вы какой-нибудь вектор строк и с ним что-нибудь там забабахаете то у вас ошибка такая на несколько строк такая ее поди разберись зато понятно она указывает где искать то есть у вас что-то класс инстанцирован с вон тем вот в той вот операции причем функция тоже шаблонная что-то там не удалось но он все типы с типами такими топ но на несколько строк так вот люди которые не любят таких ошибок никогда не отлаживали ошибки получившиеся в результате применения макрос они никогда не это не грохали кучу время почему ну почему просто вот на банальных то есть смотришь просто и не понимаешь причем это все без указательных указателей нету смотришь и не понимаешь пока и щелки-палки макрос я вам рекомендую если у вас нет ну просто абсолютной уверенности что проблема не решается другому не пользуйтесь макросу это некий условный элемент но некоторые вещи как утверждают коллеги разрешим только тогда макрософт применять совместно с пространство имен make честно вам скажу прямо сейчас не горит его рассказывать однозначно связок в виде модуля я прямо его и не буду да я его и не буду сейчас рассказывать я не знаю как его перечеркнуть make его синтаксис не буду рассказывать значит а вот extern переменные я вам кратенько расскажу в чем идея представьте себе что я создам какую-нибудь переменную не константу а именно переменную которая должна быть доступна и в том и в другом модуле вот картинка нам не ее написать мне где-то нужно объявить эту переменку перед мейном эррор давайте это как перед мейном перед мейном то есть я в main cpp ее описываю да я мою int давайте int ну давайте напишу ее global int g о int g она она у меня в main cd тогда я не смогу доступаться к ней из этого и вот этого цппшника а я хочу ее доступаться изнутри этого и этого чтобы у меня ну например там глобальный каунт который считает количество вызовов всех функций и все должны к нему уметь доступаться и увеличивать его на единичку где мне ее писать где мне ее писать как он на компилятору скажет что он там а как он на компилятору самому скажет что есть такая переменка нет ну вы его в main не ну как в main а а а вне main можно в отдельный модуль но давайте в рамках имеющихся вне первое в хппшник или в цппшник в цппшник в цппшник в цппшник его отправляем хорошо в какой давайте в тот который инклютится везде вот сюда в цппшник вот в этот вот я пишу global counter я еще раз говорю но я уже думал как в kj я этот g отправляю в fraction cpp значит внутри функций в телах функций которые описаны в этом модуле я на этапе компиляции буду видеть да, есть такая переменная она целое число с ней допустима операция плюс-плюс все в порядке да а в этих модулях я компилирую у меня вот здесь в этой функции main там что-то и в каких-то функциях вызывается g плюс-плюс кто такой g неизвестный а где мне описать обратите внимание если я эту g опишу и там и тут и там это будет три разные переменные приоритеты использования они просто разные они вообще друг с другом не встретятся они внутримодульные то есть это одна это будет одноименные тогда в заголовной не встречались в этом случае если вы пропишите в заголовочном в том, который везде инклюдится int g в этом случае у вас возникает такая проблема что у вас это появление переменных возникнет автоматически везде сам include в каждом файле вам пропишет int g и то, что я сказал, везде пропишу оно произойдет оставаться вы даже не заметите, что у вас появилась одноименная переменная и каждый модуль считает собственный каунтер вызова куда же их пихнуть оказывается, что мне придется эту переменную, действительно я ее запихаю вот сюда но мне, это ее собственно экземпляр, ее факт она, память выделяется один раз, но мне нужно эту переменную как функцию реализовать в этой реализации но мне нужно научиться объявлять переменную заявить, а такая переменная вообще-то будет, компилятор успокойся она int-довая а везде там посылки передавали значит, мне нужно вот сюда во фрекшн хпп написать вот такой extern простите extern лектор еще не пришел? минутку еще extern это слово extern позволяет позволяет объявить компилятору такая переменная будет на этапе линковки то есть extern делает то же самое с переменной, что заголовок функции как бы объявление переменная будет но реально памяти под нее не выделяет дождись линковки понятно? поняли фишку? вот такая фишка это для межмодульных перемен но реальный экземпляр переменной конечно должен быть только один в одном модуле в том, который везде включается давайте на этом сегодня закончим спасибо вам большое до свидания аплодисменты спасибо